Добро пожаловать в отель Аюнг Резорт. Единственный государственный отель в Индонезии на острове Бали. Сейчас будем его изучать. Он находится в Убуде, в центральной части острова. Моря здесь нет, красивые виды джунгли. Видим уже баги, значит по территорию надо перемещаться на баги. Это не очень хорошо, но для фигуры хорошо. Клуб, удобное место, чтобы рассказать вам о том, что здесь в амфитеатре с 7.30 до 8.30 каждый день проводят йогу. И чуть дальше главный ресторан, в котором завтрак, обед и ужин проходят. И автонун-ти. Все гости могут прийти из 3 до 5 попить чай с вкусняшкой. Мы живем в самой низкой и скромной категории. Называется она Сипериор. Единственная радость, что она находится рядом с ресепшеном музея. И, соответственно, ресторан рядом, место для йоги. А сейчас мы идем смотреть Делюкс. Билдинг здания с номерами Делюкс. Возле каждого здания есть свой отдельный большой бассейн. Ну или у тебя в Вилле, если ты живешь в Вилле, свой бассейн. Или ты живешь в Делакс здании или в здании с номерами Супериор. Там к каждому зданию свой бассейн предлагается. Пойдемте смотреть. В здании Делюкс 20 номеров. Смотрите, какой интересный и необычный вход. По ощущениям, а мы говорим о том, что Бали это мистическое место, место с энергетиком. Мне в этом отеле не нравится энергетика. Не могу вам объяснить, почему, но я хожу, и мне не очень комфортно. Посмотрим, что будет дальше. А вот и бассейн. Люди загорают, кто-то спит. Такой очень-очень релаксный отель. Гости, которые живут в здании Делюкс, передвигаются на баги, потому что очень высоко вверх идти. И вот в этом холле они ожидают приезда баги. Ну, на категории Делюкс около 60 квадратных метров. Реально большой. Ух ты. Ну, вот все сделано. Нам сказали, что это стиль Явы. Острова Явы. Капиварка, чай. Ну, водичка, конечно. Быстренько посмотрим в ванну. Ну, вот особо смотреть нечего. Так. Айюнг и Резонг. Все здесь есть. Кстати, Айюнг – это река. То есть отель называется по имени реки, которая здесь протекает, и которая видна из окон. Вот она, самая большая вилла, 320 квадратных метров. Ройл-вилла, королевская вилла. Единственная вилла, у которой есть прямой вид, который не загораживает ничто. Другие крыши, другие виллы и так далее. Вид прям на обрыв. Очень страшно. Здесь можно снимать фильм «Аватар». Такие потрясающие виды. Инфинити-пул большой. Пока не вижу большой разницы. Сейчас будем изучать, что же здесь королевское. Кстати, берите средства от комаров, потому что здесь в джунглях их много. Пока мы смотрим, меня все искусали, я не успела попрыгаться. Так, у вас точно такая же. Мне кажется, никто в ней не живет, уж не знаю, сколько она стоит. И с таким видом не каждый согласится. Мне кажется, еще надо приплатить, чтобы здесь пожить, потому что реально страшно. Посмотрите, дикая природа. Мой оператор держит телефон двумя руками, и они трясутся от страха. Вот комары меня покусали, гады. В этом отеле завтрак по меню. Так называемый а-ля-карт-брэкер. Подает вам меню, где все, меню написано на русском, достаточно на неплохом русском языке. И это не случайно. Большинство туристов этого отеля на Бали русские, на втором месте Украина. Вот такая удивительная история. Наверное, потому что он все-таки стоит недорого. Меню шикарное, огромный выбор блюд, очень хороший сервис, и все безумно вкусно. Очень интересная особенность. Здесь пиво и, например, свежевыжатый клубничный сок стоят одинаково. В этом отеле это 50 тысяч местных рупий. Это где-то 4 доллара. То есть 4 доллара пива, 0,3 и свежевыжатый клубничный сок. Выбор, конечно, должен быть в пользу клубничного сока. Мы же сожники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!